Почти 450 миллионов рублей выделит регион на повышение качества водоснабжения. А в населенных пунктах работы не прекращаются даже зимой. Так в Чердоклинском районе реализуется уникальный проект. Впервые одновременно меняют сети и саму водонапорную башню. Элла Шахова подробнее. Проблемы с водоснабжением в селе станция Брянтина тянутся уже много лет. Самый пик обезвоживания приходится на лето. В село приезжает много дачников и забор воды увеличивается в разы. Приезжают детей, много многодетных семей. И проблема была именно в летний период, с наступлением весны и до осени. Напора не хватало? Напора не хватало, да, не хватало напора. В основном только вот та часть села, где я проживаю, только ночью была вода и очень слабый напор. Ну мы выходили, конечно, из положения, жить-то надо и все, как говорится. А теперь надеемся, что будем всегда мы с водой. Полная реконструкция системы водоснабжения началась осенью прошлого года. На двухлетние работы выделили 43 миллиона рублей. Это строительство четырех башен Рожновского, двух скважин, а также замена сетей водопровода с колодцами. Такая полномасштабная реконструкция происходит в нашем регионе впервые. Но проект уникален не только этим. Связано с тем, что очень интересный рельеф данного населенного пункта – это станция, разделенная между собой железной дорогой. То есть поэтому, когда мы проектировали, мы учли это и на каждой стороне станции отдельная система. То есть это две башни, скважина, которые полноценно будут питать население данного населенного пункта. В этом году на ремонт водоснабжения и водоотведения населенных пунктов нашего региона запланировано почти полмиллиарда рублей. Денег хватит на замену более 50 километров водопроводных сетей. Это улучшит качество поставки воды для 80 тысяч ульяновцев. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск, Чердоклинский район.